Всем привет! Всех рада приветствовать на своем канале! Сегодня будет долгожданное видео. Очень давно не снимала, в связи с тем, что очень долго не приходил мне заказ с любимого сайта Shein, Shein, кому как удобно. Я всегда говорила Shein. Хочу сказать, что все ссылки на все вещи, которые я заказала, будут как обычно под видео. Я осталась довольна заказом, как обычно. Я вообще очень люблю, когда приходят посылки, поэтому для меня вообще уже праздник, что посылка пришла. Первое, о чем я хочу вам рассказать, это белые брюки, в которых я сейчас нахожусь. Но, по-моему, вам они не очень видны. Я продемонстрирую их вам отдельно. Я очень хотела белые брюки. У меня были когда-то, но у меня были брюки клёш. Я хотела классические. И я заказала на сайте белые брюки с высокой посадкой, с двумя карманами спереди. На мой рост 1,74 м у них достаточно нормальная длина. Я не очень люблю сейчас ту моду, когда уж очень короткая и длинная я не хотела. Получается прям прекрасная длина. 95% хлопок, 5% спандекс. За счет этого брюки немножечко... Ой, хлопок, прошу прощения, полестер. 5% спандекс. За счет этого брюки немножко тянущиеся. Они приехали изначально со стрелками, но, как вы понимаете, их можно отутюжить. Эти стрелки их не будет. Я хотела именно со стрелками. Брюками я осталась довольна на миллион процентов. Я заказала размер L. Это полноценный размер L. Ни больше, ни меньше. Шикарные брючки. Даже удивительно. Потому что вообще джинсы, брюки, бриджи, шорты... Это такая вещь, знаете, если чуть-чуть не тянется, то все. Либо очень велики, либо очень малы. Не в этом случае. Брюки однозначно рекомендую. И есть такой момент. Очень часто спрашивают. Марина, если бы ты в магазине увидела такие брюки, ты бы купила? Да, я бы их купила. Потому что они прямо отличного качества. И я осталась ими довольна. Дальше. Не оставляем тему белого. Я купила вот такую белую маечку, кофточку. Кстати, я хочу сказать, что я никогда не покупаю на шин дорогие вещи. Там достаточно демократические цены. Демократичные, наверное, правильнее. Очень интересно, что когда вы одеваете, понятно, что принт заканчивается вот здесь. Но в сложенном виде, в виде навешалки, когда эта вещь будет на вешалке, она будет выглядеть именно так. Здесь уже похуже. Ну, не то, что похуже качество. Здесь, сейчас я вам скажу, 65% хлопок, 35% полиэстер. И я не знаю, почему, но эти 35% полиэстера очень для меня ощутимы. Она неплохая, эта кофточка. Но она очень подчеркивает все. Ну, вот, живот, бока. Она очень подчеркивает. Я не знаю, в связи с чем. Я заказала, опять же, размер L. Я везде заказывала размер L. Сейчас перепроверю себя. Да. Конкретно с белыми брюками, которые я купила, мне не очень понравилось. Но с джинсами на высокой посадке, чтобы был белый верх и черный низ. Нужен какой-то контраст, потому что мне кажется, что вот белый низ и белый верх, это с перебором. Но вообще, неплохая кофточка. Особых каких-то возгласов, конечно, у меня не было. Но она неплохая, она мне понравилась. Дальше, платье, от которого я ожидала просто вообще. Я думала, что это будет феерия. Понимаете, феерия. Это вот такое платьице. Сейчас скажу вам. Кстати, вы знаете, что платьишко говорить неправильно. Да, у меня муж очень ругает всегда, когда слышит, что кто-то говорит платьишко. Правильно говорит платьице. Сто процентный полиэстер и размер L здесь. Я буду показывать вам, как выглядели эти платья на сайте. Это необычное платье. Оно здесь у горла идет а-ля чокер. И так необычная здесь вот эта оборочка. Мне казалось, что будет очень красиво. Но на самом деле, на сайте, когда смотришь на это платье, ты смотришь на все, кроме принта. Я не знаю, как-то я не заметила, что он какой-то колхозный. На сайте, когда оно пришло, мне показалось, что принт все-таки немножечко колхозненький. Посмотрите, как мне в нем. Оно на меня пошло. Идет в комплекте ремешок. Ремешок, на мой взгляд, тоже колхозный. Здесь хороший какой-нибудь кожаный ремень или какой-нибудь, может быть, даже белый ремень. Но больше, мне кажется, даже черный какой-то такой грубоватый будет получше. Посмотрим. Не знаю, не буду говорить, что я его не буду носить. Я помню, что оно было очень недорогое. Опять же, ссылочка в описании. Размер L можно даже на XL, потому что это платье абсолютно свободное. И оно контролируется ремешком. То есть, по размерам, вот кто говорит, что в Китае все маломерит, ну вот я вам показываю уже третью вещь. Размер в размер идеально. Я считаю, что чем полезны видео у блогеров, тем, что как раз насчет размеров можно узнать. Но на SHEIN, на SHEIN я всегда спускаюсь в отзывы. И особенно в отзывы с фотографиями. Можно наглядно все увидеть. И даже если отзывы на английском языке, фотографии вам не нужен язык. Вообще, обожаю любые сайты, где есть наглядный товар, который уже получил человек. На мой взгляд, это самая лучшая реклама и самый лучший помощник для покупателей по ту сторону экрана. Дальше в заказе у меня было две позиции, которые заказала моя родственница. Она первое, что заказала, это вот такой утягивающий боди. Размер, кстати, L, по-моему. Она хотела именно такое, чтобы было без груди, чтобы вообще, чтобы было боди, но без груди. И, в общем-то, мы нашли. Пока я не сняла, естественно, я ей еще не отдала. Взгляд со стороны боди выполнено очень неплохо. Сзади потяжечка попы. Кстати, стоило оно тоже, я не помню, но, по-моему, очень дешево. Потом спереди все фиксируется на молнию. И, кроме этого, еще есть корсет. Конечно же, ни о какой примерке не идет речь, потому что это очень такая сугубо личная вещь. Хочу сказать только одно. Но я знаю, что эти боди в магазинах нижнего белья стоят огромный деньжище. Я не вижу смысла, потому что вот перед вами хорошая утяжка, которая прямо реально хорошая, вот по качеству. Ничего плохого я сказать про нее не могу. По-моему, стоила она порядка 1000 рублей или 1300. И это хорошая цена для такой вещицы. И второе, что у меня заказали, это размер XL. Это комбинезон. Состав 100% полиэстер. Комбинезон в таком очень красивом цвете. Цвете горчицы в желтом цвете. С клешонными рукавами. С невероятно экстравагантным вырезом. Я покажу вам, как выглядел комбинезон на сайте. Я специально сравнила. Он выглядит один в один, так же, как пришел. И у него вот такой очень интересный ремень. Сзади на клепках. Но, в общем-то, все смотрится шикарно. И этот комбинезон очень клево подойдет на какие-то мероприятия. Если вы не любите экстравагантные наряды, то здесь можно легко одеть обычную черную маечку. И будет просто тоже эффектно смотреться. Сзади хорошая молния потайная. Неплохо работает. Но, вообще, у шеи нет проблем с молниями, со швами. Ну, по крайней мере, из того, что я покупаю. Я надеюсь, что подойдет моей родственнице. У нее очень большая грудь. И, в принципе, из-за этого и был куплен такой вариант, чтобы она оденет в любом случае маечку и будет красиво. Я очень надеюсь, что ей подойдет и понравится. И что она не зря, в общем-то, проторчала столько времени на шеине и нашла этот комбинезон. Так, ну и крайняя вещь, которую я заказала, это вот такой. Когда я заказывала его, я думала, что это платье. А-ля Мелания Трамп. Кто видел, тот поймет, что это очень схожий экземпляр. Я надеюсь, что я фигурирую там рядом где-то в нем уже. И что есть картинка, как оно было, как выглядело оно на сайте. 95% полистер, 5% спандекс. И это не платье, это пальто. Самое настоящее пальто, которое эффектно смотрится. Но я думаю, что его можно одеть на мероприятие, когда у вас под этим пальто какое-то платье. Например, коктейльное, там, не длинное. И, в принципе, непонятно на какую погоду и вообще как платье. Вы понимаете, то есть невозможно его носить, потому что это чистой воды полистер. Такой очень толстый, очень неприятный к телу. Не знаю, что я буду делать с этим пальто. И как вообще, может быть, какой-то случай подвернется. Например, если осенью вечером, когда не очень, или там, поздним летом, когда не очень еще, не очень уже жарко. И, в общем-то, оно может пригодиться. Ну, а так, будь я в магазине, я бы его не взяла, потому что это чистая резина, на мой взгляд. Спасибо вам за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Я надеюсь, что есть что обсудить. Было на что посмотреть. Напишите, что вам понравилось больше всего из всего заказа. И напишите, нравится ли вам такой формат. Или показывать одежду, как и прошлые заказы во время влогов. Как вам понравилось больше. Спасибо за просмотр. И всем пока-пока. Спасибо за просмотр.